Около года назад Нутца Кутателадзе, Кетти Сахвадзе и Ирина Берошвили открыли онлайн-магазин подержанной одежды. Дело оказалось довольно интересным и относительно прибыльным, говорят девушки. Интересно, что одежду для своих магазинов они ищут в других секонд-хендах. Неделю раз, а иногда чаще мы ходим в секонд-хенды, выбираем одежду, на которую сегодня есть спрос. Мы начали с того, что вынесли на продажу наши личные вещи на плашином рынке. Когда он закончился, вещи остались, поэтому мы решили открыть страничку в соцсетях. Мы обнаружили, что людям больше всего нравится яркая цветастая одежда, куртки и стали их искать в секонд-хендах. Популярность социальных сетей и рост числа интернет-потребителей привело к тому, что аналогичные бизнес-идеи загорелись многие. Среди них Тея Кубахидзе, которая заинтересовалась поддержанной одеждой прежде всего из-за заботы об окружающей среде. Давайте прямо скажем, что эта идея не особо оригинальна. Сегодня этим делом в разных городах мира занимаются очень многие. Есть такое движение, которое называется «Медленная мода». Это экотружественная одежда, которая рассчитана на людей, которых забудет окружающая среда, ее загрязнение, глобальное потепление. В конечном счете, каждый должен взять на себя какую-то часть ответственности. Поддержанная одежда на фотографиях и в интернете выглядит более привлекательно, чем на прилавках секонд-хендов. Да и стоит несколько дороже. Я думаю, что каждый, кто покупает у нас одежду, знает о существовании секонд-хендов. Но дело в том, что мы предлагаем уже отобранные вещи, что наиболее важно, поскольку мы сами тратим очень много времени на это. То есть это хорошие оригинальные вещи, которые выстираны, красиво упакованы и доставлены на дом. Чтобы онлайн-магазин выделялся среди других, нужен хороший интернет-маркетинг и четко выраженный индивидуальный стиль. Человек, который занимается этим делом, не должен думать, что можно взять любую попавшуюся вещь, сфотографировать и продать поскорее. Так магазин будет в каком-то смысле хаотичным, и покупателю придется очень долго искать там что-то. Нужно выбирать вещи, которые могли бы понравиться тебе самому, удивить тебя. Вещи, о которых ты бы подумал. Как жаль, что они лежат здесь в куче другой одежды в секонде. Никто их не замечает, и они могут оказаться на мусорной свалке. Поддержанная одежда уже давно интересуется не только из-за ее дешевизны, но и из-за других факторов. Ношенная одежда даже оказывает влияние на новые коллекции домов мод. Из-за того, что многие известные блогеры носят винтажную одежду, большие дизайнеры и бренды стараются интегрировать в свои коллекции эти тенденции. Часто и покупатели поддержанной одежды хорошо знают все тонкости и уловки, благодаря которым процесс выбора одежды проходит быстро и приятно. Нужно знать правильные места, потому что поддержанную одежду продают и на рынках, и в разных магазинах. В некоторых местах определенные вещи могут стоить даже дороже, чем в магазинах, где продают новую одежду. Необходимо быть очень терпеливым, чтобы суметь из огромного количества одежды выбрать ту самую вещь, которая интереснее других. Продолжение следует... Продолжение следует...